Что касается сбитого Боинга и ряда других каких-то ситуаций, которые раздуваются до очень серьезных международных конфликтов, все очевидно, там юриспруденции нет, там есть только политика. Какое мнение лично у меня? Я еще раз подчеркну, я не являюсь политиком, я не знаю какие-то тонкости, связанные с течением. Я могу сказать одно, что я начал посещать другие страны, когда Россия была слабая, нас не уважали, к русским относились как страны третьего мира. Понятно, что Россия как сильная страна, она многих не устраивает, многие боятся и пытаются не дать возможности России развиваться дальше. Поэтому любой способ, любой инфоповод или любая ситуация в мире, где так или иначе можно за уши подтянуть Россию, это все происходит. И я считаю, что ситуация с Боингом, это тоже один из способов указать Россию на ее роли, на ее место в мировом распределении сил. Там нет юриспруденции. Я думаю, что истина, она вряд ли будет раскрыта, там виновные лица вряд ли будут наказаны. Там реализуется политическая задача. Каждая страна реализует свою политическую задачу в этом конфликте. Поэтому я бы не хотел бы как-то комментировать эту ситуацию. Ну а именно трибунал, да? То есть от вас, как от человека, гуру права, все-таки прям немножечко о трибунале. Вообще, ну что это за затея? Она оправдана или нет? Ну опять-таки, я не хотел бы комментировать вот эту ситуацию с трибуналом, потому что там право 1%. 99% это политика. Это политика и здесь вот я как бы не силен. Ну что, сказать лекцию, что такое трибунал, как он там созывается, какие нормы регулируют его создание, да, там, как он обжалуется и так далее. Но я не хочу документировать вот эту историю, потому что там это политика.